Добрый день! Ситуацию на рынке у працы вывышал Олег Синцерову. Ситуацию на рынке у працы вывышал Олег Синцерову. Поэтому сегодня имеются лица, которые стоят на учете, к сожалению, с низким уровнем квалификации. При этом на таком промысловом гиганте, как Белорусский металлургичный завод, на вытворчить запросили практически у всех работников, которые находились у отпуска по инициативе наймальника. У вогули, когда мерковать по статистике, наибольшие тяжкие часы застаются в минуту. По веселяким разе на предприемствах, от работы яких у значной ступени, залежит поступление у бюджет. Гомсельмаш, который в июне месяце, загрузка была там, половина людей, сегодня они работают под полную загрузку. Потому что и на уровне правительства было принято соответствующее решение для того, чтобы сохранить этот коллектив и дать возможность работать. Сегодня я скажу, что тот же самый целлюлозно-картонный комбинат в Светлогорске, который имел проблемы, по сути дела, с начала января месяца, эти вопросы неполной загрузки, сегодня комбинат работает в полном режиме. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, Телерадо, компания Гоминь. Пешего Снежня до водителей упошнуть променять администрационные санкции за выкористание летних шин. Об этом сёння нагадало кераунисту областной дяж-аутоинспекции подчас программы «Задай пытание уладе» на хвалях Рады Гомель+. Змены у администрационным праве уступили у день 16-го студеня гэта года. У отповедности с ими водители обовязаны с пешего Снежня по пешего Саковика выкористовывать зимовые шины на автомобилях с массой до 3,5 тонн, легковых и грузопассажирских автомобилях с высшей этой ваги, а так само автобусах массой до 5 тонн. За невыконание будет накладаться штраф от одной базовой велешини. Максимальный по мерсуму усталевывается с супрационником ДАИ. У целом с наближением зимового периода натирается по велешине колькости аварий, связанных с неготовностью водителям до смены у надворья. Так, с початку месяца на территорию Гомеля отбылось уже 15 дорожно-транспортных сдарыньев. У Гомеля протягиваются мероприемства, просвещенные 72-й годовине вызволения областного центра от немецко-фашистских захопников. Так, помеж двума средними школами Гомеля и российского Ульяновска отбывся телемост. Сустреча с историей – так ужала тема интерактивного диалога. Супрацовництво школ – три годы. До речи, жахары Ульяновска у складе 11-й армии под командованием генерал-лейтенанта Ивана Фядюнинского та помогали у 43-м годзе вызволять Гомель от немцев. И зараз в Учній Российской гимназии разом со своими наставниками шукають военные раритеты, якие были святками боевых деяний у нашем регионе. Хаштонность представляет усе – фотосдымки, листы, архивные записи, уласные речи бойцов. По шуковой доследческой деятельностью займаются и старшоклассники Гомельской школы. Дареже зараз у музея, кому по 100 годзе, некальки тысяч экспонатов. Телемост могчимость обменяться на запашенном историчным материалам. Мы решили провести совместно впервые телемост именно нашей школы 33 и созвучной гимназии номер 33 города Ульяновска. В ходе телемоста мы должны обменяться друг с другом результатами поисково-исследовательской деятельности в рамках работы наших школьных музеев боевой славы. У вересни 1943 года у оперативной заводцы Савинфармбюро заявилось поведомление об гомельским накерунку. Поспеховое форсирование дня прайс-сажа, вызволение комарына, тераховки, ветки, добршина, вабелицы, лоева и інших населенных пунктов дозволили советским войскам пачать непосредную подрыхтовку дара шучих боев за областный центр. Яны увашли в историю Великой Чыной войны под назвой гомельско-реческой операции. В листопаде 1943 года на подступах до гомеля ворох побудовал могутную линию обороны, сконцентровал множество танков и артиллерии и оказывал мощное сопротивление. Дея неназемных немецких войсков активно поддерживала авиация. Не гледяши на все намагания фашистов, советская армия настойливо рухалася наперед. И в вечере 25 листопада строк боков подошла до гомеля. Гитлеровское командование побоялось окружения и пошло отводить войски из Межридша, Сажа и Днепра. Наступный день стал пераможным. Областный центр был вызволен от немецко-фашистских захопников. 28 месяцев длилась оккупация города Гомеля. 26 ноября наш родной город освободили. Учащимися в нашей школе собран интересный материал в оккупационном режиме в городе. О работниках-подпольщиках вагоноремонтного завода. Расстрелянных в Назаровском лесу. Память о них в вековечном мемориальном комплексе, которое расположено в сквере у нашей школы. Марина Северьянова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». 13-й международный турнир по спортивным панкратеюне «Белая Русь» прошел в Гомеле. Областный центр Олимпийского резерва по боксе принял около 70 удельников. С Гомеля, Рэшицы, Бабруйска, Могилева, Минска, так само, с Россией. Это юнаки и юниоры 15-17 годовых, авансы спортивных клубов. С поборницей присвечено управлению Следующего комитета Беларуси по Гомельской области. Подчас турниру пришла доброчинная акция «Служить и оборонять» по оказанию допомоги семьям супрацовников следших подразделений правооховных органов, которые загинули при выполнении службовых обовязков. Так само отбылось урочистое ушанование ветеранов працы и лепших супрацовников. Я надеюсь, что в последствии, в виде вот этих вот боев, которые проходят, в виде торжественного проведения данного мероприятия, в дальнейшем примет решение, может быть, стать следователем, либо милиционером. Панкратеон с поборництва старожитно-грецких олимпийцев. Фактично, историчный бой без правилов сегодня первотворился у тип смешанных одиноборств, по яких дозволенные одеяния с бокса, самбо, дюдо и вольной боротьбы. Головная умова поединку на турниры у Гомеля розница во взрослете повинна быть не больше за два годы. На каждого чемпиона есть свой чемпион, как говорится. Если проиграл, то надо стремиться к лучшему. По вынику с поборництва спортсмены из Гомельской области завоевали 9 медалев, по 3 золотые, серебранные и бронзовые. Катярина Сапельникова, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok